Всем привет! Это студенческие новости ВИАДГУ. Мы решили выбраться из душной студии и оказались на набережной нашего города. С вами Анна Полтунова и сегодня мы расскажем о событиях июня. В начале месяца больше сотни студентов смогли позагорать под лучами солнечного Крыма. Делегация ВИАДГУ отправилась на межрегиональный форум «Крым.Наш», который организовал наш университет. И да будет открыт этот форум. Ура! Делегация ВИАДГУ побывала на межрегиональном форуме «Крым.Наш». 35-я береговая батарея. Именно отсюда началось знакомство с городом-героем Севастополя. Студенты прошли по казематам музейного комплекса, посетили пантеон памяти. По словам ребят, весь город пропитан патриотизмом, любовью и уважением к родине. Здесь будто все время празднуют великую победу, поют гимны и не стесняются этого. К молодежи обратился участник обороны Севастополя 1941-1942 годов Иван Григорьевич Мацигор. Любить нашу родину, не жалея сил, для того, чтобы наша родина процветала, чтобы она была самой могучей, самой любимой нашей родиной. Гости мероприятия почтили минутой молчания память погибших бойцов и возложили цветы. Студенты ВИАДГУ организовали концерт, приняли участие в открытии форума и посетили различные тренинги ведущих экспертов страны в области гражданско-патриотического воспитания. Эта поездка сплотила ребят. Они полюбили море и прониклись героической атмосферой Севастополя. Им бы хотелось возвращаться сюда снова и снова. Оксана Верещагина, Анна Платунова. Студенческие новости ВИАДГУ. 22 июня в День памяти и скорби в студенческом городке состоялось торжественное открытие памятника молодому солдату. На церемонии присутствовали студенты, преподаватели, ветераны и первые лица нашего города. Память об ушедших на фронт. Скорбь о тех, кто не вернулся назад. Гордость за героическую победу нашего народа над фашизмом. 22 июня Киров вновь окунулся в воспоминания о труднейшем времени в истории нашей страны. Город обретает все больше и больше мест, в которых мысли и воспоминания о войне материализуются в постаментах и мемориалах. Теперь памятник молодому солдату есть и в студенческом городке нашего университета. За создание памятника молодому солдату взялись четыре выпускника факультета автоматизации и машиностроения, оформив его как дипломную работу. Защита диплома переросла в нечто большее. Они увековечили имена тех людей, которые, пережив войну, вернулись в родной город и нашли в себе силы воспитать новое поколение. Постамент – дань памяти молодежи тем, кто боролся за нашу свободу во времена Великой Отечественной войны. Мне приятно вот сейчас находиться перед вами. Только потому, что наши дети, наши внуки, наши правнуки ждут нас, помнят нас, не только фронтовиков, но и тружеников тыла. Анастасия Кошедова, Артем Кузьминых. Для студенческих новостей ВИАТГУ. А ты заметил, как волшебным образом количество велопарковок увеличилось в нашем городе? Мы знаем ответ на этот вопрос. И совсем недавно новая велопарковка открылась у нашего инженериума. Если ты заядлый велосипедист, то обратишь внимание на эту новость. У инженериума ВИАТГУ для всех любителей ветра и скорости открылась новая велопарковка. В мероприятии, которое состоялось 16 июня, участвовало более десятка кировских велосипедистов. Жители нашего города заметили и все чаще обращают внимание в комментариях в социальных сетях, пишут о том, что, а что происходит? Откуда-то берутся, откуда-то появляется все больше велосипедных парковок. Так вот, уважаемые друзья, мы сейчас, сегодня хотим поставить некую промежуточную точку в развитии нашей инфраструктуры. Инициативная группа велосипедистов нашего университета обратилась к губернатору Кировской области с предложением установить велопарковки. По словам ректора ВИАТГУ Валентина Николаевича Пугача, очень важное значение имеет инфраструктура. И очень хорошо, что в нашем городе есть инициативные люди, которые готовы ее развивать. Велосипедисты поблагодарили всех принимавших участие в реализации проекта и после торжественного разрезания красной ленты продемонстрировали, как пользоваться новыми велопарковками. В конце встречи для журналистов и представителей власти Валентин Пугач провел экскурсию по инженериуму, рассказав о том, что уже сделано и будет сделано в дальнейшем. Памятник Шаляпину запел и обрел голос. Студенты ВИАТГУ установили динамик рядом с постаментом. Теперь каждый желающий может послушать музыку в исполнении оперного певца около драматического театра. Памятник Федору Ивановичу Шаляпину обрел голос. Идея озвучить монумент воплотила в жизнь команда инженеров ВИАТГУ из творческой лаборатории ФАВЛАП. Инициатива поступила от губернатора Кировской области. Губернатор связался с Валентином Николаевичем, говорит, можете ли помочь Валентином Николаевичем? Конечно, можем. После этого была поставлена задача в нам. И мы, собственно говоря, приступили к реализации. Достаточно быстро, буквально дней за 10 мы все это сделали. Сама конструкция довольно проста. Плеер динамики и герметизированный короб, который позволит работать устройству даже зимой. Сложности возникли лишь с подбором аудиозаписей. Так как все композиции изначально доступны только на грамм-пластинках, было сложно найти в интернете достаточно качественные записи. Услышать голос Федора Шаляпина в сквере драмтеатра можно каждый день с 9 часов утра до 10 часов вечера. В главном корпусе нашего университета появилось много новых лиц. Все это абитуриенты 2015 года. О том, как проходит приемная кампания, смотрите далее. А я с вами прощаюсь. Это были студенческие новости Вятгову. До встречи! Перед каждым выпускником школы встает вопрос, куда пойти учиться. В Вятском государственном университете уже стартовала приемная кампания. По каждому направлению обучения работают консультационные пункты, где ребята получают ответы на все волнующие их вопросы. Времная комиссия каждый год проходит по-разному. Основной наплыв абитуриентов проходит как раз после того, как школьники получают аттестаты. Заочная форма обучения у нас набирается круглый год, но, как правило, начинают они учиться вот именно с 1 сентября. Договор они заключаются примерно с этого времени. Сложнее всего определиться с факультетом, ведь именно от правильного решения зависит будущая жизнь. Те, кто уже когда-то отдал предпочтение ВятГУ, не разочаровались в своем выборе. Все устраивает в образовательной программе, все нравится. На кафедре нравятся преподаватели, нравится универ. Я студент первого курса ВятГУ. Этот вуз мне очень нравится, так как он престижный, здесь классные преподаватели. Я учусь на первом курсе, учеба мне очень нравится. Я получаю реально полезные знания, которые в будущем смогу успешно реализовать. Приемная кампания в университете продлится до 30 июля, после чего в течение двух недель станут известны имена новых студентов ВятГУ. Екатерина Бакулина, Станислав Ермоленко, студенческие новости ВятГУ. Субтитры сделал DimaTorzok